Досточтимые отцы, братья и сёстры! Сегодня мы начинаем новый цикл бесед. Это беседы по Евангелию от Луки. Евангелие от Луки – это третье Евангелие между Евангелием от Марка и Евангелием от Иоанна. Церковная традиция устанавливает, что апостол и евангелист Лука был сотрудником апостола Павла, сработником и сотрудником апостола Павла. Предание устанавливает на основании Писания, что он был врачом, который занимался целительством людей с помощью естественных способов и, конечно же, с помощью молитвы. Также предание устанавливает, уже только предание, что он был иконописцем, первым иконописцем, который написал изображение Пресвятой Девы Марии, которое стало каноническим для разных христианских групп, так что эти образы, они дошли до наших времен, чаще в списках, когда последующие иконописцы делали с них копии. Почему, собственно говоря, мы имеем четыре Евангелия? Казалось бы, можно было бы ограничиться одним Евангелием. Это связано с тем, что в Законе Божьем сказано, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. И действительно, даже в любом суде, когда устанавливается очевидность какого-то события, то свидетельство одного человека считается недостаточным. И даже свидетельство двух человек не совсем достаточно. А в Писании сказано два-три свидетеля, когда четыре свидетельства – это как бы свидетельство сверхмеры. То есть достаточное количество свидетелей. Но если так строго оценивать всех евангелистов, настоящими свидетелями могут считаться только Матфей и Иоанн, которые были непосредственно учениками Иисуса Христа. Так, евангелист Марк был уже христианином второго поколения. По преданию, он сотрудник апостола Петра. А Лука – христианин третьего поколения. Он сотрудник апостола Павла, а сам Павел был уже христианином второго поколения. Но предание устанавливает, что Евангелие от Марка – это записанное Марком проповеди апостола Петра, так как Марк был сотрудником Петра, а проповеди святых апостолов – это и есть Евангелие, которое мы читаем. Они рассказывали о том, что видели своими глазами, о том, что слышали своими ушами, о том, что осязали своими руками. То есть они были самоочевидцами слова. И давайте вспомним, когда Иуда повесился, и надо было выбрать на его место другого человека, то апостолы, об этом рассказывается в книге «Деяний святых апостолов» в самом начале, они избирали нового апостола по принципу, что он должен был быть свидетелем всех событий, начиная от крещения Иоаннова и до Вознесения Христова. Свидетелями Вознесения Христова были около 150 христиан. Так нам свидетельствует Слово Божие. Около 150 верующих, мужчин, женщин, 12 апостолов, апостолов из числа 70, среди них были совсем юные, даже дети. Например, Марк в Евангелии от Марка он называется юношей. Это тот самый юноша, который в Гефсимании, когда его схватили за одежду, он вырвался и голый убежал. И святые отцы говорят, так как об этом описывает только Марк, о таком событии, то, скорее всего, это и был сам Марк. Но со временем эти люди, они возмужали. Кстати, Иоанн Богослов тоже был очень молодой человек в одни земной жизни Христа. И в Новом Завете есть такое понятие свидетельство Иисусова. Что такое свидетельство Иисусова? Это были люди, которые помнили жизнь Господа Иисуса Христа. И они имели в себе свидетельство Иисусова, чтобы рассказывать другим людям о Сыне Божьем, каким они его застали, запомнили, видели. Причем не надо думать, что это были какие-то частные свидетельства, которые порой могут быть очень субъективными. Христос говорил своим ученикам, лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, Который научит и наставит вас на всякую правду и напомнит вам все мои слова. Таким образом, Евангелия были написаны Духом Святым, который в день Пятидесятницы сошел на апостолов и евангелистов, и потом, как действие Духа Святаго, они писали эти Евангелия. Как о древних ветхозаветных пророках сказано в Библии, «Никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божия, будучи движимы Духом Святым». Точно так же, совершенно очевидно, что и евангелисты, авторы всех книг Нового Завета, они тоже были движимы Духом Святым. Мы имеем очень много толкований на Евангелие от Матфея. Мы имеем немало истолкований на Евангелие от Иоанна, в меньшей степени на Евангелие от Марка. А вот на Евангелие от Луки истолкований очень мало. Очень мало. Традиция как бы немножко обходила вниманием этот текст, но при всем при этом мы все-таки имеем некие сборники, святоотеческие, церковные, где давались истолкования на этой Евангелии. Друзья, когда вы будете приходить на эти занятия, берите с собой текст. Текст должен быть перед глазами. Или кто-то будет по видео смотреть эти занятия, или кто-то слушать аудио. Всегда надо иметь текст перед глазами. Когда мы следим по тексту, то мы лучше воспринимаем тот материал, который нам преподносится, который нам предлагается. Итак, что мы имеем на Евангелие от Луки? Во-первых, мы имеем толкование блаженного феофилакта. А как известно, блаженный феофилакт, он не был самостоятельным истолкователем, он брал истолкования разных древних отцов и объединял их. Потом в толковой православной Библии преемников Лопухина мы тоже имеем подробный текст комментариев на Евангелие от Луки. Сейчас издательство Герминептики готовит сборник святоотеческих комментариев на Евангелие от Луки. Я думаю, что мы не успеем изучить все Евангелие, как этот сборник выйдет, и мы сможем со всяческим вниманием использовать и новый дополнительный материал, потому что особенность издательства Герминептики, они переводят комментарии, которые в основном еще никогда не появлялись на русском языке, и они переводят только отцов и церковных авторов, которые жили до VIII века. То есть это очень древние такие будут комментарии. Блаженный Феофилак пишет, «Святой апостол и евангелист Лука родился в Антиохии Сирийской в просвещенной греческой семье. Он был врачом. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительные учения от самого Господа». В числе семидесяти учеников Святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После воскресения Господь Иисус Христос явился Святому Луке и Клеопе, вшедшим в Эмаус. Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла. С тех пор они были неразлучны. Про апостола Павла мы знаем, что он неоднократно ходил в Иерусалим и встречался со знаменитейшими среди первых христиан, учениками Иисуса Христа и по преданию с Девой Марии. И он собирал множество сведений о жизни Христа. И так как Лука был сотрудник Павла, то в некотором смысле Евангелие от Луки это сборник древнейших свидетельств о Христе, которые собрал сам апостол Павел, первоверховный апостол Павел, который был христианином второго поколения. А Лука, хотя и уверовал во дни Христа Спасителя, он чаще воспринимается как христианин третьего поколения. Далее мы читаем у блаженного Феофилакта, когда святого Павла оставили все сотрудники во время гонений на Павла, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига. Об этом рассказывается во втором послании Тимофея, 4 глава, 10 стих. После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла, они погибли в Риме, святой Лука покинул Рим и с проповедью пошел в Ахаю, Либию, Египет и Фиваиду. В городе Вифы он мученически окончил земную жизнь. Далее блаженный Феофилакт сообщает очень интересную для нас информацию. Предание усваивает ему написание первой иконы Божьей Матери «Благодать родшегося от меня и моя милость всеми иконами да будет», сказала Пречистая Дева, увидев иконы, написанные евангелистом Лукою. Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И действительно, как бы мы узнали, что у апостола Павла были залысины на голове, если бы кто-то из современников не написал бы икону. И потом, в последующих традициях, все христиане западной и восточной церкви изображали апостола Павла залысинами на голове. Таким образом, евангелисты – это были люди, которые же писали жизнь Христа и апостолов в своих текстах, а Лука к тому же еще писал святые иконы. Так что, возможно, только на основании этих икон уже в поздние времена более близкие к нам некоторые отцы описывали образ Девы Марии, какой цвет был ее волос, какой был цвет лица, какая продолговатость головы, какие были пальцы у Пресвятой Девы Марии. И с такой иконографической достоверностью они все это донесли до нас. Таким образом, мы видим, что есть несколько источников, из которых мы можем черпать наставление вере. Это записанные свидетельства, то, что мы относим к Богу духовновенным текстам Нового Завета. это всевозможные предания, которые не вошли в новозаэтные тексты, но это и древнейшее изображение, которые сохраняются в списках, а как некоторые считают, не только в списках, но и в некоторых случаях в подлинниках. Так что предание связывает, например, Владимирскую икону Божьей Матери с иконописными трудами апостола и евангелиста Луки. Во время наших бесед мы будем пользоваться истолкованием блаженного Феофилакта. Эта книга, она доступна, ее легко приобрести. И также мы будем пользоваться толковой православной Библией преемников Лопухина. Она тоже доступна и на просторах интернета, и также все это можно приобрести в формате книжном. Евангелие от Луки начинается словами. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Надо сказать, что только у Луки есть такое предисловие к евангельскому повествованию и обозначено имя адресата. В Евангелии написано для некого Феофила. Что означает это имя Феофил? Феос – это Бог, Филия – это любовь. То есть Феофил – это любящий Бога. И многие истолкователи говорят, что какого-то персонального Феофила не было. Это Евангелие своим адресатом имеет всех, которые любят Господа Иисуса Христа. В этом смысле каждый из нас Феофил, любящий Господа. Здесь может возникнуть вопрос, а как мы можем любить того, которого мы не видели, свидетелями жизни которого мы не являлись. Давайте вспомним о том, что в Евангелии от Иоанна Христос говорит «блажение, не видевшее меня, но верущее, и тем более блажение те, которые возлюбили Господа, хотя в одни своей земной жизни они не видели Его своими очами, не слышали Его своими ушами, не осязали Его своими руками. Но мы поздаем Бога невидимого во-первых, через рассматривание творений видимых. это мир природы, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, и мир природы – это книга о Боге. Люди постигают невидимого Бога через рассматривание Его видимых творений. Мы постигаем Господа через Слово Божие, книги Ветхого и Нового Завета через Святую Библию, и это великое откровение Бога о самом себе, записанное пророками и апостолами. Но самое великое откровение Бога о самом себе в воплощенном Слове Божьем в Господе Иисусе Христе. Как в Евангелии от Иоанна сказано, и Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. И мы постигаем Христа в церковных таинствах, начиная с таинства крещения. Помните, на крещение, когда крестят верующего человека, поется елицы во Христа крестихомся, во Христа облекохомся. Особенно мы постигаем Христа Спасителя в таинстве святого причастия, когда мы причащаемся Его истинного тела и Его истинной крови. Поэтому мы не можем сказать, что безусловно в нашей жизни не было личной встречи со Христом. Конечно, она была. Иначе бы мы не называли бы себя христианами, то есть христовыми. Итак, евангелист Лука пишет, что многие уже начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Многие. Но на тот момент было написано Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. И может быть Лука видел записи начальной Евангелия от Марка, но это явно немногие. Евангелие от Иоанна не было написано во дне Луки. Иоанн Богослов последний, автор книг Нового Завета. И кого же он имеет в виду, когда пишет, что многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях? Блаженный Феофилакт объясняет, что в то время были еретики, которые писали свои подложные Евангелия. Но мы не можем объяснять эти слова Луки только наличием апокрифических Евангелий, потому что он пишет, многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Знать о совершенно известном среди первых христиан как минимум означает принадлежать к ним самим. И действительно были Евангелия, которые признавались святыми отцами как вполне авторитетные, но не канонические тексты. то есть свидетельства о Христе, которые писали и подписывали там Евангелие Никодима или как-то еще, не в каждом случае церковь объявляла, что это что-то еретическое. Просто некоторые писали о Христе без вдохновения от Духа Святаго. Как, например, о Христе проповедует вся Вселенная, но мы предпочтение отдаем проповеди Святых Отцов. И, казалось бы, все говорят об одном, но они говорят по-разному. Кто-то говорит в Духе истине, а кто-то говорит от себя. Наша задача, когда мы изучаем любой текст Нового Завета, иметь с сопровождением святоотеческое понимание этого текста. Итак, адресатом Евангелия от Луки является всякий любящий Бога. И далее евангелист Лука пишет «Во дни Ирода царя иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова имя Ей Елизавета». Именно в Евангелии от Луки мы находим такие подробности, которые мы не находим, например, в Евангелии от Матфея. Следовательно, мы можем предположить, что эта информация исходила от ближайшего окружения Господа Иисуса Христа. Лука далее объясняет, откуда он берет всю эту информацию. Он пишет далее о Деве Марии, что она слагала в своем сердце все эти события. Поэтому Евангелие детства Иисуса Христа – это то, что исходит из сердца Пресвятой Девы Марии. Она сохраняла в своей душе память об этих событиях и она передала эти воспоминания и апостолу Матфею, который описывает Рождество Христова и апостолу Луке или Павлу, который потом апостол Павел поведал Луке, что надо писать. «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой Чайды именем Захария и жена его из рода Аронова имя ей Елисавета». Это родители Иоанна Крестителя. И мы имеем счастье сегодня находиться в храме в честь Рождества Иоанна Крестителя. Почему евангелисты подчеркивают, что Рождество Христово происходит в одни царя Ирода? Почему это важно было подчеркнуть? Потому что мы имеем в Библии, в книге Бытия, это древнейшая книга Ветхого Совета, пророчество о том, что Христос рождается в этот мир тогда, когда царская власть отойдет от дома Иуды. Умирающий Иаков дает пророчество о том, что Мессия Христос является в этот мир, когда Скипидор, символ царской власти, отнят будет от дома Иуды, и законодатель умолкнет, потому что именно во дне Ирода первый царь, нееврей, это сам Ирод, который был идуминянин по нации, и законодательная власть от евреев тоже была отнята, потому что дани находились под римской оккупацией, так что, хотя Синедрион и вынес Иисусу Христу смертный приговор, его должен был утвердить римский захватчик, прокуратор Понти Пилат, потому что буквально они не имели никакой власти на собственной земле. Давайте посмотрим этот текст. Умирающий Иаков, он призывает сыновей, и дает пророчество. Это книга Бытия, 49-я голова, 10-й стих. Не отойдет Скипидор от Иуды, Иуда – это царственный дом, царь Давид был из дома Иуды, и законодатель отчисел его, то есть законодательная власть, доколе не придет примиритель, то есть Христос Мессия и ему покорность народов. Через проповедь Евангелия не только еврейский народ обратился ко Христу, но и многие, и многие другие народы, а еврейский народ так вообще в меньшей степени они обратились ко Христу, а вот другие народы в большей степени. И таким образом буквально вот это древнее пророчество, оно исполнилось. И именно поэтому и Матфей и Лука они вспоминают Ирода, который называется в истории Иродом Великим и это связано с тем, что он капитальным образом отстроил Иерусалимский храм. Для того, чтобы быть популярным среди еврейского народа, он отстроил храм и он создал династию, после него был Ирод Антипа, его сын, но в целом это была жестокая династия. Сам Ирод Великий с большим подозрением относился даже к самым близким к себе людям, он всех подозревал в желании сместить его. Итак, мы прочитали, что был священник из Авиевой череды Захария и жена его из рода Ааронова имя ей Елисавета. Это родители Иоанна Крестителя и ниже им дается характеристика, необычная для Библии характеристика. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Беспорочно. Блаженный Феофилак пишет, часто некоторые бывают праведны, но не пред Богом, а по видимости и пред людьми. Захария же и Елизавета были праведны пред Богом. Заповеди суть, например, не прелюбодействуй, не кради, а уставы суть, например, кто злословит отца своего или свою матерь, того должно предать смерти, ибо это праведно. Но знай, что и заповедь может называться оправданием, так как она делает человека праведным и еще более есть оправдание Божие. На самом деле больше ни о ком в Библии не сказано, что кто-то был праведен пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. То есть во всех отношениях эти люди оправдывали свое существование. Бог создал этот мир для праведных. И когда мы читаем самое начало Библии, там говорится «И сказал Бог, да будет свет и стал свет». Но потом мы видим, что этот свет первозданный, он куда-то пропадает. И Бог в четвертый день творит солнце, луну и звезды. Возникает вопрос, а куда пропал первозданный свет, который был сотворен в первый день. И экзегеты объясняют, он скрыт для праведных. Если в мире появляется праведный, первозданный свет объемлет его. И Дивеевские сестры, когда они общались со старцем Серафимом Саровским, они потом вспоминали, что из его тела открытыми были только кисти рук и лицо. А так он очень строго по-монашески одевался. И было заметно, когда он начинал говорить о божественном, как тонкие лучики света как бы пробивались через кожу рук и кожу лица. И мы изображаем святых с нимбами, с неким свечением вокруг головы. Это как раз тот самый первозданный свет, который был создан для праведных. Святые отцы задавались вопросом, а почему первым Божьим творением является свет? Ведь свет не является самостоятельной субстанцией. Свет должен от чего-то отражаться, что-то высвечивать. И отвечая на это недоумение, отцы говорят, свет является первым творением для того, чтобы обозначить цель сотворения всего. А цель одна во свете его, то есть Господа, узреть свет, то есть осознать смысл своего собственного существования. Бог является первой причиной существования этого мира, Он же является конечной целью существования этого мира, как Христос сам говорил о себе, я есть альфа и омега, начало и конец. Но можем ли мы признать, что эти люди действительно были праведны пред Богом, поступая по всем западе и устам Господнем беспорочным? Если так написано, значит, так было. Но при этом не надо забывать того, что в Библии сказано, что Господь даже в ангелах своих усматривает недостатки. И мы увидим далее, как Захария смущается от явления ему архангелу, архангела, Гавриила, и даже получает за это наказание. То есть даже самые совершенные люди, они допускают какие-то неточности. Собственно говоря, святость человеческая, свет праведности человека не является чем-то самостоятельным. Луна не является источником света. Она отражает свет Солнца и только в той степени, в какой свет Солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы Луны. Так и святой. Это не какая-то автономная от Бога праведность. Это именно когда Божество прикасается к человеку и человек меняется. И мы читаем далее. У них не было детей, ибо Елизабета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. И блаженный Феофилакт пишет, жены праведников и сами праведные часто были бездетны. Чтобы ты познал, что закон требует многочатия, не плодского, а духовного. Оба были уже в летах преклонных и по телу, и по духу, ибо по душе они состарились, то есть сделали большой успех, полагая восхождение в сердце. И имея жизнь как день, а не ночь, поступая благоприлично, как во свете. В понимании блаженного Феофилакта старение тела – это одно, а старение души – это опытность души. Это опытность души. В своих комментариях на Евангелие от Матфея блаженный Феофилакт совершенно неожиданно объясняет, почему многие святые люди рождались от пожилых родителей. Во-первых, было такое понятие, как поношение бесчатства. То есть, когда человек не имел в еврейском народе ребенка, такого человека подозревали в тайных нераскаянных грехах. И рассуждали так, если у него нету ребенка, это ему наказание за какие-то грехи и преступления, о которых мы даже не знаем. Но реально мы видим, что у Авраама и Сары очень долгое время не было ребенка. Мы видим, что у патриарха Исаака до 60 лет у него не было детей. Мы видим, что у других известных библейских персонажей очень долго не было детей. И блаженный Феофилакт в своих толкованиях на Матфея пишет. Бог специально не попускал святым людям иметь детей и они зачинали своих праведных детей в пожилом возрасте таким образом не передавая им страстность молодости. Оказывается, если ребенка зачинают молодые люди, вот их страстность первой влюбленности, она может передаваться ребенку. И он тоже может быть страстным. А когда зачатие идет от пожилых родителей, то никакой страстности молодости таким детям не передается. И другая причина, блаженный Феофилакт объясняет, такие дети являлись вымоленными детьми, когда в течение десятилетий родители вымаливали у Бога таких детей, и они зачинались не от случайного соития, а от множества и множества пламенных молитв, которые их родители произносили перед Богом. И в наше время, я знаю, многие пары, они не сразу снимают с себя поношение бесчастства, долгое время живут без детей, потом начинают молиться, и Господь по молитвам посылает им чат. Неизвестна одна семья в Москве, у них ровно 10 лет не было детей, потом они начали усердно молиться, муж и жена, и Господь послал им первого ребенка, потом второго и третьего. Сейчас они воспитывают трех сыновей. И мы читаем далее. Однажды, когда он, то есть Захария, в порядке своей очереди служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Как мы выяснили, Захария был из Авиевой череды, то есть в те времена священников было очень много, а храм был один на всей планете. Это Иерусалимский храм, который стоял на горе Мария. Мария – это благоухающее место. И вот он по порядку череды входит в храм для кождения, чтобы совершить служение должным образом. Иерусалимский храм стоял на храмовой горе, как она называется, и являл из себя одно из чудес света. Так в то время говорили об этом храме. Он был из белоснежного мрамора, обделанный с золотом, сверхающим на солнце, и сохранились очень точные описания этого храма. В первом веке жил человек, которого звали Иосиф бен Матафия. Мы больше его знаем, как Иосиф Флавий. Он сам был священником в этом храме, служил, и началась потом иудейская война, и он написал две огромных книги. Одна книга называется Иудейской древности, а другая Иудейская война. И вот в Иудейской войне он написал храм, каким он его запомнил, в котором он служил. Это было удивительное сооружение. Вокруг храма были жилища для священнослужителей с их женами и детьми, поэтому не надо удивляться, что по преданию, например, Дева Мария жила при храме. Иосиф Флавий описывает, сколько там было разных зданий, которые окружали храм, и при этом тоже были красивыми и великолепными. В каждом книжном магазине вы можете, кстати, купить Иосифа Флавия. Это можно купить большая книга, по объему почти как Библия, там вот эти два этих произведения и посмотреть на святые места глазами очевидца. Иосиф Флавий описывает даже маврийский дуб, о котором мы имеем представление, что он как бы стоит от сотворения мира в Хевронии. А Иосиф Флавий подтверждает, что и в первом веке все считали, что маврийский дуб от сотворения мира. И там очень много в его трудах есть необходимой информации, интересной, которую мы будем тоже использовать. Итак, Захария, священник из Абиевой череды, входит в храм для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. То есть, только священник мог входить в определенные места, а народ стоял несколько в отдалении. И происходит чудо! Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Кадильный жертвенник – это была такая пластина металлическая, под которой постоянно поддерживали огонь, и священники бросали ладан на это пространство металлическое и бросали много, совками могли бросать, чтобы воскурение было над храмом и чтобы все видели, как с горы Мариам, с храмовой горы воскуряется это благоухание пред Богом. Тогда явился ему ангел Господень, это архангел Гавриил, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Чему нас может научить эта информация, что ангел стоял по правую сторону жертвенника кадильного? Эта информация научает нас тому, что ангелы всегда присутствуют за богослужением церковным. В то время, о котором мы читаем, церковью Бога была Ветхозаветная Церковь. Христос, кстати, никогда не оспаривал права Ветхозаветной Церкви, исцеляя людей, Он говорил им, пойди, покажись священнику, и хотя в этой Церкви были люди не очень высоких нравственных ценностей, Христос не оспаривал их право учить, Он, например, говорил, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они вам говорят, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Новозаветное священство возникает только после того, как завица в храме разорвалась в момент смерти Христа, благодать покинула храм, благодать Божия, и в день Святой Пятидесятницы, когда дух сходит на апостолов, это начало уже Новозаветной Церкви. А то, что Архангел стоит по правой сторону жертвенника, это свидетельство о том, что за каждой литургией тоже прислуживают ангелы. Преподобный Серафим Саровский, о котором мы сегодня уже вспоминали, когда он был дьяконом, на выходе, на Херувимской, он застыл и не смог двигаться, пораженный каким-то видением. И когда он пришел в себя, он рассказал, что когда он, как дьякон выходил во время Херувимской, он увидел, как при пении Херувимской ангелы входили в храм, окружая Христа Спасителя, как рой пчел, как рой золотистых пчел. Вот так он передал ангелы прислуживают даже в тех храмах, где могут служить недостойные священники. Есть такое сказание о том, что в один большой храм, его только недавно построили, привели одного старца. Старец посмотрел, в храме было очень много народа и улыбнулся, засмеялся даже. Зачем такой огромный храм построили, а людей мало? Ему говорят, ну как же мало, храм весь переполнен людьми. Старец говорит, да нет, вот этот уже на рынке выбирает, что купить к столу, этот уже за столом сидит, а этот ругается своим мужем уже, а этот уже спит. И тогда решили этого старца завести в алтарь, может быть, там ему понравится. Привели его в алтарь, старец посмотрел на двух священников, которые служили и улыбнулся. Они оскорбились и говорят, почему ты улыбаешься, мы служим божественную литургию? А старец сказал, вы служите, вы связанные веревкой толщи трех пальцев, лежите под жертвенником, а вместо вас ради трех стоящих в храме молящихся ангелы божьи совершают службу. Поэтому не надо удивляться, что мы видим здесь архангела божия, который стоит близ престола с правой стороны. Кстати, любое действие, которое описывается в Библии с правой стороны, это особое благословение. С левой это может означать наказание. Захарий, увидев его, то есть ангела, стоящего по правую сторону жертвенника кодильного, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. То есть наконец-то услышана. Он молился с молодости. В брак тогда вступали очень рано в еврейском народе. Ибо услышана молитва твоя и жена твоя Елисавета родит тебе сына и наречешь ему имя Иоанн и будет тебе радость и веселье и многие о рождении его возрадуются. Строители нашего храма явно строили его радуясь о рождении Иоанна Крестителя. Так что дали название этому храму во имя Рождества Иоанна Предтечи. Далее Архангел говорит «Ибо он будет велик пред Господом не будет пить вина и секера и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним то есть пред Христом в духе и силе Ильи Ильи древнего пророка чтобы возвратить сердца отцов к детям это идет цитата из пророка Малахии и непокоривым образ мысли праведников дабы представить Господу народ приготовленный вот здесь Архангел Божий описывает судьбу младенца который должен будет родиться от Захарии Елизаветы что он будет действовать как предтеча Господа Иисуса Христа что он будет предшествовать и рождению Христа он рождается раньше Иисуса Христа и смерти Иисуса Христа он умирает раньше смерти Христа Иоанн Креститель предшествует даже схождению в Аад Христу когда он умирает царир отрубил ему голову он душею сходит в Аад и как учат церковные предания там действует как предтеча он начинает проповедовать в Ааде царствие Божие приблизится Христос сойдет и сюда в преисподние земли покайтесь и Христос облистает этот ад сиянием Божества и души которые ожидают его пришествия ожидали с древних времен выведет и когда мы смотрим на икону воскресения Христову мы видим что там одним из первых из Ада выходит Иоанн Креститель который действительно был во всем предтече Иисуса Христа Блаженный Феофилак пишет ангел возвещает что Иоанн будет велик но пред Господом ибо многие называются великими пред людьми ну как тот же самый царь Ирод но не таковы пред Богом быть великим пред людьми не означает что ты велика пред Богом но не таковы пред Богом пишет Феофилак например лицемеры Аианн велик по душе как и всякий следующий за Господом величие величие души это величие того религиозного чувства которое человек возгревает в своем сердце а об Иоанне крестителе предсказано что он исполнится Духа Святаго от чрева Матери об очень немногих людях в Библии сказано что Бог их избрал от чрева Матери как такое может быть например Господь говорит прежде чем они родились и сделали что-либо хорошее или плохое я Исафа возненавидел а Якова возлюбил а разве это справедливо возненавидеть того который еще не родился ничего не сделал ни хорошего ни плохого или возлюбить того который не родился еще не сделал ничего хорошего или плохого для Бога это вполне справедливо почему природа Бога такова что будучи вездесущим он вездесущ в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства блаженный Августин пишет у Бога нету прошлого и у Бога нету будущего у Бога всегда настоящее то есть для Бога наш первый вздох и наш последний выдох это настоящее как вездесущий он одновременно присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства как Христос сам и говорит о себе я из альфа и омега начало и конец но мы с вами существуем во времени и в пространстве поэтому свой выбор мы делаем во времени и в пространстве а в Боге все уже объято его всезнание поэтому ничего несправедливого в этом нету и сказал Захария ангелу почему я узнаю это что такое может произойти ибо я стар и жена моя в летах преклонных ангел сказал ему в ответ я Гавриил предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие и вот ты будешь молчать вот он допустил как бы сомнения а как это будет и Гавриил говорит и вот ты будешь молчать вот такое ему знамение дается то есть станешь немым и не будешь иметь возможность говорить до того дня как это сбудется за то то есть в наказании за то что ты не поверил словам моим которые сбудутся в свое время то есть получается то что хотя в начале мы прочитали что оба они Захария и Елизавета были праведны пред Богом поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно а тут когда он начинает расспрашивать а как это будет следует наказание сразу возникает вопрос а ведь Дева Мария когда ей является архангел Гавриил она тоже спрашивает а как это будет ведь я мужа не знаю святые отцы объясняют Дева Мария спрашивала об этом не потому что она сомневалась а потому что она дала обет девства и стремилась исполнять этот обет до смерти и она спрашивает а как это будет другая бы женщина услышав что через нее родится Христос она бы забыла обо всем от радости а Дева Мария со смирением а как это будет потому что она дала обет девства но сомнения она никакого не проявила и когда ей было сказано что девство ее сохранится дух святой найдет на тебя она со смирением говорит сероба господня да будет по слову твоему и мы читаем далее между тем народ ожидал Захарию и дивился что он медлит в храме то есть ему должно было уже выйти из храма после совершения каждений он же выйдя не мог говорить к ним и они поняли что он видел видение в храме и он объяснялся с ними знаками и оставался нем а когда окончились дни службы его возвратился в дом свой то есть когда они заступали на свою череду они не могли покидать храм и хотя он был нем он все равно выполнял свои обязанности священника и только когда его череда кончилась он возвратился в дом свой таким образом евангелие научает нас невзирая на какую-то немощь продолжать то служение совершение того послушания которое нам определила святая церковь блаженный феофилак пишет видишь ли как иудеи дожидались и оставались пока вышел первосвященник а мы христиане лишь вошли в храм как и думаем уже что с нами дурно случится если мы не выйдем Захарий делал знаки народу вероятно вопрошавшему о причине молчания но как он не мог говорить то и объяснял все знаками примете то что Захарий не пошел в свой дом пока не окончились дни его служения но оставался в храме ибо Нагорная страна действительно далеко отстояла от Иерусалима то есть там где жила его жена Елизавета до священнику если он имел дом и в самом Иерусалиме не позволено было уходить во время его череды из двора храма а мы увы как пренебрегаем божественными службами что Захария не мог говорить а употреблял знаки это указывает на неразумную жизнь иудеев ибо умертвив слово то есть Христа они не могут дать отчета ни в делах ни в речах своих если даже спросить у них о чем нибудь пророческом то они не отверзают уст и не могут дать тебе ни слова ни ответа здесь Божийный Феофилакт все время проводит параллели между христианами и иудеями он как бы говорит нам он же долго не выходил из храма а народ ждал и мы христиане не должны спешить покидать храм даже если мы думаем а я себя плохо чувствую и так далее ведь он анимев не покидает храм а оканчивает свою череду и только потом идет домой собственно говоря храм и есть то место где может исцелиться имеющий какую-то болезнь какой-то недуг здесь врачующие таинства совершаются которые обеспечивают поддержку не только нашей душе но и нашему телу и далее мы читаем радостные слова после сих дней зачала Елизавета жена его и таилась пять месяцев и говорила так сотворил мне Господь в одни сии в которые призрел на меня чтобы снять с меня поношение между людьми Феофилак пишет Елизавета будучи целомудренно стыдилась и зачав в старости таилась пять месяцев пока зачала и Мария когда же и сия Мария зачала и младенец взыграл в очреве Елизаветы она уже более не таилась и даже держала себя смело как мать такого сына который и прежде рождения своего почтен был достоинством пророка вот здесь блаженный Феофилак приводит некое событие которое он берет из предания церковного что она находится в состоянии беременности и младенец который в ее чреве он все время приходит в движение и когда Дева Мария зачала от Духа Святаго усилилось движение Иоанна Крестителя в ее чреве тот который избран в Духе Святом от чрева матери очень так активно он как бы реагировал на приближение Христа к Нему и Его самого ко Христу И далее в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский Итак Елизавета она пять месяцев таилась пять месяцев и в шестой месяц беременности Елизаветы Архангел Гавриил отправляется к Деве Марии значит разница в возрасте у Иоанна Крестителя и у Христа это получается полных пять месяцев в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский называемый Назарет к Деве обрученной мужу именем Иосиф сразу возникает вопрос а зачем Деве Марии надо было быть обрученной святые отцы объясняют это было сделано с той целью так как Иосиф в то время обручник Девы Марии был пожилой человек вдовец у него были дети которые называются в Евангелиях братья Господа Иисуса Христа Дева Марии была ему обручена обручена чтобы он оберегал ее девство чтобы он был защитником ее девства с другой стороны отцы говорят дьявол в то время внимательно следил за всеми девами потому что дьявол знал из Писания все девы в очлеве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил что вот-вот должен быть зачат и родиться Христос а если Дева обручена это как бы уже не Дева и внимание ослабло у дьявола ко всем обрученным Девам таким образом Господь скрыл от него эту тайну явления Христа в этот мир от Девы до времени конечно ангел войдя к ней сказал радуйся благодатная дословный перевод будет радуйся благодати полная как такое может быть что Ветхозаветная Дева из Назарета была исполнена благодати без сомнения Бог приуготовлял ее как Моисей приуготовлял скинию когда строил ее чтобы Господь сходил в эту скинию как приуготовлялся ковчег завета или Иерусалимский храм а когда делалось освящение скиний ковчега храма Бог наполнял своим присутствием осязаемым образом эти святые места Дева Марии благодати полная потому что она избранница Бога и потоки благодати уже сообщаются ей и ангел войдя к ней сказал радуйся благодатная то есть радуйся благодати полная Господь с тобою то есть Господь уже с тобою благословенно ты между женами и смотрите действия Девы Марии она же увидев это смутилась от слов его и размышляла что бы это было за приветствие она ведет себя с величайшим смирением она не видит преимущества своего положения поистине Бог гордым противится а смиренным дает благодать и сказал ей ангел не бойся Мария ибо ты обрела благодать у Бога блаженный Феофилак так и пишет в месяц шестой начиная от времени зачатия Иоанна говорит что дева обручена была мужу из дома Давидова чтобы показать что и она происходила из Давидова же рода ибо был закон чтобы обе половины в браке были из одного и того же рода и из одного и того же колена вот здесь немножко нам непонятно Елизавета она потомок Аарона Дева Мария она потомок царя Давида а как же получается так что они все-таки родственницы они родственницы и позже мы увидим как Мария отправится в гости к Елизавете и святые отцы говорят это была исключительная ситуация они действительно находились в родстве таким образом в Иисусе Христе царственное колено которое идет от патриарха Иуды объединилось со священническим коленом который идет от Аарона ведь Христос как учит православная традиция он был истинный царь и истинный первосвященник истинный царь и истинный первосвященник и Пресвятая Дева восклицается смирением и откуда это мне она хочет понять природу этого явления как такое может произойти и архангел говорит и вот зачнешь в очреве и родишь сына и наречешь имя ему Иисус он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида отца его и будет царствовать над домом Иакова вовеки и царству его не будет конца здесь Иисус Христос назван сыном Давидова по человечеству он принадлежал к потомкам царя Давида а по божеству он сын Божий безначальный света от света Бога истина от Бога истины и когда Мария теперь уже узнала точно для чего является архангел далее мы читаем Мария же сказала ангелу как будет это когда я мужа не знаю она думает только о девстве она дала бед девство пред Богом а тут говорится что она родит ребенка и пока еще не объясняется как это произойдет как будет это когда я мужа не знаю ангел сказал ей в ответ дух святый найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя посему и рождаемая святое наречется сыном Божиим то есть девство не будет нарушено зачатие будет происходить от духа святаго и мы исповедуем что пресвятая дева Мария она до рождества дева она в рождестве дева и после рождества она дева а как же Христос который рождается от нее не нарушил ее девство предположим мы допускаем да дух святой образовал в ее чреве новую жизнь а рождение Христа разве не нарушило бы в этом случае девство святые отцы говорят вспомните как Христос проходил дверями затворенными когда в Сионской горнице собрались апостолы он дверями затворенными прошел так и рождаясь от девы он ничего не разрушает в ее девстве он как бы дверями затворенными выходит из нее сохраняя ее девство и освящая его и в подтверждение своих слов архангел Гавриил говорит вот Елизавета родственница твоя называемая неплодною то есть ей уже присвоили наименование неплодное и она зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц ибо у Бога не останется бессильным никакое слово тогда Мария сказала все раба Господня да будет мне по слову твоему и отошел от нее ангел вот это действие девы Марии показывает величайшее смирение она признает себя рабой Господней которая подчиняется вести от Бога и в этот момент она зачинает от Духа Святаго получается что свою Пятидесятницу давайте вспомним Пятидесятница это праздник когда Дух Святой сходит на апостолов получается что свою Пятидесятницу Дева Мария переживает в день Благовещения она уже благодати полная Господь ее приуготовлял сподобляется того что от Духа Святаго происходит чудесное зачатие для нее это была первая Пятидесятница на это и Анда Маскин обращает внимание известный богослов Владимир Лоский Вторая Пятидесятница для Девы Марии будет когда Христос скажет апостолам не расходитесь ждите когда Дух Святой сойдет на вас и они пребывали в единстве с Божьей Матерью говорится в книге Деяний она уже получившая Духа Святаго являлась залогом того что и другие смогут пережить встречу с Духом Святым и когда Дух Святой в День Пятидесятницы сходит на апостолов она получает сподобляется второго излияния Духа Святаго а кого дважды приобщают к такому освящению мы получаем Духа Святаго в таинстве святого мира помазания когда после крещения священник помазует нас со словами печать дара Духа Святаго печать дара Духа Святаго печать дара Духа Святаго и теперь смыслом жизни христианина крещеного и мир помазанного это раскрывать печати Духа Святаго в своей жизни то что старец Серафим Саровский называет стяжанием благодати Духа Святаго а когда второй раз помазывают миром человека и он сподобляется второго получения Духа Святаго когда он становится царем вот царь это человек которого дважды помазывают миром первый раз когда его крестят еще младенцем и второй раз когда он восходит на престол и Дева Мария которая сподобилась двух пятидесятниц она стала настоящей царицей небесной и мы чествуем ее высший ангел архангел херувим серафим это нам понятно почему она выше ангельских сил потому что никто из ангел архангел херувим серафим не может обращаться ко второму лицу Святой Троицы со словами сын мой возлюбленный это может делать только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария и мы также говорили о том что никто из ангел архангел херувим серафим не может любить второе лицо Святой Троицы родительской любовью только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария таким образом мы выясняем что Пресвятой Деве Марии наиболее было восстановлено подобие Богу как Бог создал человека по образу и подобию своему а в грехопадении люди омрачили образ Божий и лишились божественного подобия в Деве Марии которая является залогом спасения всех христиан как бы мы видим такое всецелое восстановление итак архангел сказал ей что ее родственница Елизавета уже шестой месяц как она беременна и Мария чтобы убедиться в этом укрепить свою веру она начинает действовать и Лука пишет встав же Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну Нагорная страна она была далеко от Иерусалима как мы уже выяснили в город Иудин и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету она приветствует Елизавету свою сродницу дальнюю когда Елизавета услышала приветствие Марии взыграл младенец в очреве и я и Елизавета исполнилась Духом Святым удивительное событие Дева Мария приветствует человека и этот человек только от приветствия Девы Марии исполняется Духа Святаго и ребенок который в очреве Елизаветы взыграл от радости услышав голос приветствия от матери Сына Божия таким образом здесь встречаются не только Мария и Елизавета но происходит встреча между Сыном Божьим который в очреве блаженной Марии и Иоанном Крестителем который в очреве своей матери праведной Елизаветы когда Елизавета услышала приветствие Марии взыграл младенец в очреве и я и Елизавета исполнила Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала благословенно ты между женами и благословен плод чрева Твоего Елизавета переживает свою Пятидесятницу которую приближает для нее Дева Мария исполнение Духа Святаго это наверное самое чудесное что может происходить в жизни каждого верующего человека что это за исполнение Духа Святаго Дух Святой это Дух Божественной Любви Апостол Павел так и пишет любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым Духом Святым поэтому когда эта любовь от Духа Святаго она наполняет переполняет человека он испытывает духовный восторг и Елизавета восклицает и откуда это мне что пришла Матерь Господа моего ко мне Елизавета называет Марию Матерью Господа то есть Богоматерью а как такое может быть разве Бог может родиться Бог который безначальный который является причиной существования всего но для Него самого нет никакой причины как такое может быть дело в том что во Христе Иисусе в чреве Девы Марии происходит встреча истинного Божества Сына Божия с истинным человечеством Сына Божия то есть в чреве Девы Марии происходит такая встреча такое соединение между Божеством и человечеством что отныне Божественное и человеческое во Христе в единою ипостась неразлучно нераздельно неизменно хотя и не слиянно халкидонским церковным определением даже когда Христос будет лежать во гробе телом душею сойдет в ад богословы будут рассуждать а если во Христе Божество и человечество в единую ипостась то когда душа человеческая Христа вышла из тела и сошла в ад божество было с кем с душою которая облистала ад сиянием божества или с телом или может быть покинуло тело осталось душою святые отцы говорят божество не отделяется ни от тела Христа ни от его души Христос исповедуется нами как Бога человек истинный Бог истинный человек поэтому приветствие Марии как Матери Господа как Богоматери это означает что в Духе Святом Елизавета проникла в эту догматическую тайну что отныне во Христе Иисусе божественно и человеческое неразлучно нераздельно неизменно и откуда это мне восклицает она что пришла Матерь Господа моего ко мне ибо когда голос приветствует твоего достиг до слуха моего взыграл младенец радостно в очреве моем и блаженно уверовавшая потому что совершится сказанное ей от Господа а вот эти тексты которые мы читаем разве не от голоса Девы Марии они дошли до нас когда Мария рассказывала Матфею когда Мария рассказывала апостолу Павлу евангелисту Луке эти тексты исходят из сердца Пресвятой Девы Марии и через эти повествовательные линии мы слышим ее глаз и неужели от глаза Девы и мы не переживем радость от Духи Святого конечно всякий раз читая Святую Евангелие мы переживаем радость соприкосновения с Божественной любовью и сказала Мария Мария приходит в состояние духовного восторга величит душа моя Господа и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем вот здесь Дева Мария подчеркивает что Господь является Спасителем и ее бессмертной души о чем это вот католики ложно учат что Дева Мария сама не нуждалась в спасении якобы она изочата была от Иакима и Анны без всякого греха но православная церковь этого не признает православная церковь настаивает на том что хотя у Девы Марии не было никакого личного греха был первородный грех и то что она здесь называет Господа спасителем косвенно это подтверждает величит душа моя Господа как бы поет Дева Мария и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем что презрел он на смирение рабы свои я ибо отныне будут ублажать меня все роды что сотворил мне величие сильный и святое имя его и милость его в роды родов к боящимся его мы православные христиане и принадлежим к тем родам которые ублажают Пресвятую Деву Марию как она пророчески изрекла ибо отныне будут ублажать меня все роды и Деву Марию ублажают прославляют многие многие поколения христиан на Западе и на Востоке далее она исполняет этот гимн радости явил силу мышцы своей рассеял надменных помышлениями сердца их низложил сильных с престолов и вознес смиренных она здесь уже пророчески созерцает миссию Христа алчущих исполнил благ то есть все это произойдет в ее сыне во Христе и богатящихся отпустил ни с чем воспринял Израиля отрока своего воспоминув милость как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века Мария созерцает и будущее она созерцает и прошлое и далее мы читаем прибыла же Мария с нею то есть с Елизаветой около трех месяцев и возвратилась в дом свой я помню когда я служил в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радости на Большой Ордынке то у нас был дьякон отец Вячеслав который любил читать это Евангелие прибыть с ней уже три месяца и он давал свое истолкование и очень интересное истолкование я не могу его не вспомнить он говорил сейчас если к нам в гости кто придет мы сидим и ждем с нетерпением когда же он уйдет и если он засидится мы начинаем намекать что время позднее может погода измениться или что-то еще а вот тогда-то в гости как ходили прибыть уже с нею три месяца вот это настоящие гости действительно любовь она удерживает людей рядом друг с другом и это не только любовь этих удивительных созданий Елизаветы и Марии но это и любовь Сына Божия к своему предтече Иоанну Крестителю поэтому эти женщины с трудом могли распознать чувства тех которые находились в их чреве которые проявляли радость еще не рожденными и свои собственные чудо это был удивительный диалог общения в любви и в слове и далее мы читаем Елизавете же настало время родить и она родила сына и услышали соседи и родственники ее что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с нею восьмой день пришли обрезать младенца по закону Моисееву на восьмой день совершали обрезание и мы тоже с вами после Рождества Христова на восьмой день отмечаем обрезание Христова восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию на это мать его сказала нет а назвать его Иоанном исполненный Духом Святым она понимает что только такое имя можно дать кстати в Библии в Ветхом Завете мы видим что имена давали матери своим детям и чаще в пророческом озарении так что имя являлось предсказанием последующей судьбы этого человека на это мать его сказала нет а назвать его Иоанном и сказали ей никого нет в родстве твоем кто назывался бы именем то есть у них было принято давать имя в честь какого-то родственника имя которого было на слуху и спрашивали знаками у отца его то есть у Захарии который по-прежнему был под наказанием немоты как бы он хотел назвать его он потребовал дочечку и написал Иоанн имя ему и все удивились и тот час разрешились уста его и язык его и он стал говорить благословляя людей то есть любое наказание которое проистыкает от Господа оно имеет целью исцелить человека и вернуть к нормальному состоянию иногда наказание проистекает от Девы Марии но оно тоже имеет целью исцелить человека и вернуть его к нормальному состоянию но не всегда это удается сделать полностью вот те которые бывают на Афоне им иногда показывают греховные мощи все мы понимаем мощи это останки святых но на Афоне есть греховные мощи это правая рука одного монаха который оказался в состоянии ожесточения взял нож и ударил в икону Божьей Матери этот монах он служил в монастыре во имя Девы Марии на Афоне но дьявол стал его раздражать этого монаха и внушать ему мысли против братья и братья тоже высказывали неудовольствие его состоянием и какой-то момент его отлучили от трапезы и он так разозлился он побежал в храм остановился у иконы Божьей Матери стал кричать я в этом храме служу я в этом монастыре молюсь а меня куска хлеба лишили и он взял нож так как он был по хозяйству эконом и ударил в лик Божьей Матери и кровь потекла по иконе а рука его вся почернела и зловония стала исходить от руки он рухнул на землю братья собрались вокруг него стали умолять Божью Матерь чтобы она простила его и этот человек понял что это бесовское какое-то замешательство он стал молиться стал поститься и Божья Матерь явилась ему и сказала что прощает его но его рука останется в таком же черном и зловонном состоянии и когда он умер братья его похоронили а как на Афоне принято через несколько месяцев они выкопали посмотреть останки но это было может быть не несколько месяцев а более значительное время останки были нормальные кости там земля очень быстро принимает остатки тела и только рука не истлела она оставалась черной и зловонной черной и зловонной и на Афоне ее так и сохраняют как напоминание для тех нечестивцев которые они почитают в святыне и сейчас даже когда показывают ее там зловоние исходит от нее и черный цвет но она совершенно сохраняется как напоминание о том что да Божья Матерь может простить неправильное отношение к ней но таковые не останутся без наказания в той или иной степени и когда мы читаем книги Нового Завета мы видим что апостолы очень мало говорят о Божьей Матери почти не проповедуют о ней и блаженный Феофилакт объясняет это тем что о Божьей Матери мы можем говорить только верующим людям это как бы такая часть нашего благовествования которая доступна своим и апостолы умалчивают многие вещи например об успении Божьей Матери мы ничего не знаем из Нового Завета только из предания и это свидетельство о том что не всем апостолы веряли эти тайны связанные с Пресвятой Девой Марии Итак Захария разрешается от своей немоты он становится здоровым человеком и это чудо поразило всех и был страх читаем мы далее на всех живущих вокруг них и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской все слышавшие положили это на сердце своем и говорили что будет младенец сей то есть Иоанн Креститель и рука Господня была с ним и Захарий отец его исполнился Святаго Духа видите прощенный он исполняется Духа Святаго и пророчествовал говоря благословен Господь Бог Израилев что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего как возвестил устами бывших от века святых пророков своих действительно пророки ветхозаветные предсказали буквально все о Христе так что мы называем некоторых пророков даже евангелистами есть такая традиция пророка Исайю называть пятым евангелистом потому что у него столько пророчеств о Христе которых мы не находим у других благословен Господь Бог Израилев что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего как возвестил устами бывших от века святых пророков своих что спасет нас от врагов наших вот миссия Христа Он Спаситель и от руки всех ненавидящих нас ненавидящие нас это злые бесы и демоны сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой клятву которой клялся он Авраам Авраам является отец всех верующих не только еврейского народа потому что ему прямо было предсказано что в семени его благословятся все народы земли которую клялся он Авраам отцу нашему дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей и в окончании этой главы и нашей сегодняшней беседы мы слышим другое пророчество Захарии и ты младенец наречешься пророком Всевышнего Захарий обращается к своему рожденному сыну пророчествует ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути ему он тоже говорит о нем как о предтече дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего которым посетил нас восток свыше просветить сидящих во тьме и тени смертной направить ноги наши на путь мира младенец же то есть Иоанн Креститель возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю Таким образом мы сегодня с вами вступили в мир Евангелия от Луки в эту определенную часть новозаветного откровения и мы слышали пророчество Захарии пророчество Елизаветы пророчество Божьей Матери и удивительную историю о зачатии Иоанна Крестителя и Благовещение Пресвятой Девы Марии Поэтому возрадуемся в сердцах наших что голос Девы Марии достиг наших ушей ибо Евангелие Детства Иисуса исходит из сердца Девы Марии которая потом поведала об этих событиях евангелистам которые и записали все свидетельства о детстве Иисуса которые мы находим или в Евангелии от Матфея или в Евангелии от Луки Матфея